Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Яков Шатагин из Иерусалима. И сегодня мы скажем немножко слов Торы для возвышения души Константина бен Роза, у которого сегодня поминальная дата Йорцайт. Итак, когда мы читаем недельную главу про нашего праотца Якова, постоянно нам Тора сообщает про камни. Лег он спать, положил он камни под голову. Увидел он пастухов, что там у них какая-то там задача, и они стоять что-то ждут, подошел он, отодвинул камень, от колодца напоил он всех-всех животных. Камни, 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 везде написаны камни. О чем здесь говорится? Зачем нам Тора сообщает, что про отца Якова постоянно где-то чем-то он занимался, связанным с камнями? Что означают камни? Означают что-то очень большое. У Авраама было два сына. Один пошел по пути Торы, другой нет. У Ицхака было два сына. Один пошел по пути Торы, второй нет. Яков, третий сын, третий потомок Авраам Ицхак и Яков, Яков спрашивает Творца Всевышний, ответь мне, я беспокоюсь, мои дети будут идти по Торе? И как он это спросил? С помощью камней. Камень на иврите Эвен. Эвен это буква АЛЕФ, АЛЕФ это АБА, потом БЕТ это БЕН, это СЫН, и НУН это НЕХЭТ, ВНУК. АБА, БЕН, НЕХЭТ, ЭВЕН. За главные буквы слов ОТЕЦ, СЫН, ВНУК. Что означает, что Яков спросил, мои дети будут следовать моему пути? Мои дети и внуки, они будут со мной, такие же, как и я, или нет? Поэтому все, что касается вот этих камней, это общение Якова с Творцом. Скажи мне, пожалуйста, Творец, у меня тоже будут дети, которые не пойдут по Торе, как у моих отца и дедушки, или нет? Ну, пожалуйста, ответь мне. И Всевышнему отвечают, у тебя будут 12 колен, все будут идти по Торе. И отсюда мы можем понять, почему есть такой обычай класть камни на могилы. Мы все понимаем, что, наверное, камень это более такое вечное что-то, чем цветы. Мы кладем камушек, показывая, что душа умершего, она вечно живет в раю, и это вот символизирует камень. Хорошо. Но теперь мы знаем другое объяснение. Когда я иду на могилу к своим родителям, или дедушкам, или бабушкам, я им говорю, вы знаете, вы шли по стопам Торы, по законам Торы. Я вам тоже обещаю стараться так делать. Я буду продолжать ваш путь. Я кладу камень. Мы сказали Эвен. Первая буква Алиф, Аба. Вторая буква Бет, Бен. Третья буква Нун, Нехет, внук. Папа, сын, внук. Я говорю своим дедушкам, прадедушкам. Вы знаете, вы жили по Торе. Я тоже так буду жить. И мои дети, и мои внуки. Это некая форма такого обещания следовать нашим традициям. Поэтому евреи кладут камни на могилах, чтобы обязаться и сказать, дорогие наши дедушки и бабушки, мы будем следовать вашим путям. Спасибо огромное за внимание. Шавуатов.